Быть активнее призвал сегодня руководство Октанышского района председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. Речь идет об участии в федеральных и республиканских программах, таких как капремонт, школы и строительство сельских клубов. Еще одно пожелание – подготовка кадров. Успехи и проблемы района обсуждали на отчетной сессии местного совета. Сразу оттуда председатель парламента отправился в Бугульминский район. Обо всем по порядку Лилия Галимова. Свой бизнес Айрат Габсаламов начал еще 15 лет назад. За это время теперь в весьма солидной ферме порядка 2000 голов крупного рогатого скота. Нелегкий труд на плечах 185 сотрудников. Те, кто такой работы боится, предпочитают другие организации. Но фермер настроен решительно максимально закупить современную технику, чтобы облегчить труд сельского жителя. Средние зарплаты по Каневскому району самые высокие у нас. У нас 1,5 тысяч. Мы работаем, облегчим труда, уходим от вилл. Техника работает, но все равно надо каждый день работать. С утра вставать надо. Но не очень привлекательно. И все же, как местность преимущественно сельскохозяйственная, в этом направлении трудится большинство. Проблема есть. Это реализация продукции. Уж слишком далеко расположен район. Да и со временем работать на крупных фермах будет некому. Руководителям сегодня на итоговой сессии посоветовали готовить кадры на замену. А это поселок Восточный Бугульминского района. Там сегодня открыли ферму молочную. Пока просчетом на 50 голов. Вообще из 16 построенных и реконструированных семейных подворий чаще здесь именно молочные. А желание начать свое дело уже заявили 24 семьи. Действует столько же. По сравнению с другими, такими же городами, может быть райцентрами, здесь в Бугульме возможностей для резкого улучшения положения дел серьезно больше. Я бы считал, что надо активно заниматься участием во всех программах, которые есть в республике. В том числе в жилищном строительстве. По всем формам, по всем источникам финансирования. В том числе и обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны. В агропромышленном комплексе. И в целом программе ЛПХ. Поддержка частных подворий по-прежнему приоритет и в этом году. Бизнесменам будут помогать не только на селе. В самой Бугульме развитие предпринимательства тоже возьмут под особый контроль. Илья Галимова, Эдуард Махметьянов. Вести Татарстан. Октанышский и Бугульминские районы.